Популярность главной оппозиционной силы в Таджикистане падает. В партии Исламского Возрождения заявляют о сокращении числа желающих вступить в их ряды. Если год назад партбилеты ежемесячно получали 150-200 человек, то сейчас за членцем обращаются только 20-25. Причины этого в партии называют масштабную кампанию властей по компрометации имиджа оппозиции среди населения. Конечно же в масштабе республики такой прирост уж больно мизерный. Но учитывая тотальную государственную пропаганду против нашей партии, в которой участвуют даже настоятели сельских мечетей, нынешний результат не такой драматичный. По крайней мере наши источники передали, что власти рассчитывали на более внушительный результат. На данный момент мы хотя и чувствуем огромное давление со стороны государственной машины, но на наш настрой и деятельность это не повлияло. Мы продолжаем свою работу. Информационная война, по словам оппозиционеров, началась после парламентских выборов 2010 года. Тогда многие наблюдатели заявляли, что оппозиция де-факто набрала большинство голосов, а де юре власть путем подтасовок протащила своих кандидатов в парламент. По мнению аналитиков, с тех пор режим начал активно подавлять оппозицию. Подключилась машина пропаганды. В государственных СМИ чаще стали распространять так называемые разоблачительные материалы. В них партию исламского возрождения представляют партии преступников. В разоблачительных материалах насильники, педофилы и убийцы признаются в совершенных преступлениях и заявляют, что являются представителями этой политической силы. Я являюсь членом этой партии с 1991 года. За это время мне удалось привлечь в партию еще несколько своих знакомых. А то, что меня обвиняют в вознасиловании несовершеннолетней девушки, считаю справедливым и полностью признаю свою вину. На ухау последних дней от государственной пропаганды в роликах появляются люди, которые заявляют, что выходят из партии исламского возрождения и обвиняют лидеров оппозиции в корыстных планах по захвату власти. На этих видеозаписях легко заметить, как выступающие на камеру читают заранее подготовленный текст. Действительно являюсь главой местной ячейки партии исламского возрождения в Исфаринском районе. И сейчас официально объявляю и ответственно заявляю, что вместе со своими соратниками мы выходим из этой партии. Тем временем в самой партии ожидают только нарастание давления. Меньше года осталось до новых парламентских выборов в стране, а власть может пойти в наступление. Эксперты предсказывают, что меню с Таджикистана в ближайшее время может убрать из названия партии слово «Ислам». На этом сейчас настаивают провластные духовные настоятели. В этом случае партия исламского возрождения и вовсе окажется на грани закрытия.